Кто по национальности Михаил Саакашвили? Да и вообще, где и когда он служил в Советской армии? Друзья, ссылку на источник оставляю в описании под этим самым видео. Ну, а вам говорю, давайте посмотрим. Экс-президент Грузии Михаил Николозович Саакашвили – эталонный, я бы сказал, образец одного из самых эпатажных политиков на всем постсоветском пространстве. Итак, вначале немного давайте поговорим о самом Михаиле Саакашвили. Представитель мажорной семьи из Грузии, лидер цветной революции в Тбилиси 2004 года, президент родной страны с 2004 по 2013 годы. Миру Саакашвили более всего запомнился как тот самый забавный поедатель галстуков в прямом эфире во время августовской войны в Южной Осетии. После 2014 года Саакашвили обретается где-то между США и Украиной. В незалежной пытается занять какое-нибудь более-менее хорошее тепленькое местечко. В родной Грузии находится под уголовным преследованием. Вернуться домой, кроме как в наручниках, конечно же не способен. Сам Саакашвили всегда говорит о себе как о стопроцентном грузине. Но по поводу этнических корней экс-президента Грузии ходит, в принципе, я бы сказал, множество слухов до разного рода версий. Давайте посмотрим на одну из них. Самая достоверная версия гласит, что по отцу Михаил Саакашвили имеет армянские корни. Об этом, например, говорит хотя бы его фамилия Саакашвили, то есть сын Саака, а не Исаака. Обратите внимание. А вот с мамой Михаила Саакашвили намного все проще. Зовут ее Геули Алассания. Такая фамилия однозначно указывает чисто на грузинские мегрельские корни ее владельца. И возможно, что с примесью даже некой турецкой крови. Не зря госпожа Алассания профессиональный тюрколог. Короче, в общем, Михаил Саакашвили, скорее всего, имеет армянские корни по линии отца и грузинско-мегрельские по линии матери. Впрочем, воспитан он как грузин. Родной его язык, именно, конечно же, грузинский. Призывная юность нашего героя пришлась еще на годы позднего Советского Союза. А именно, если быть точнее, это 80-е годы. В армию Михаил Саакашвили попал в 1989-м после отчисления из Киевского института международных отношений. Наш герой распространял тогда в то время в УЗИ среди студентов антисоветские, короче говоря, лозунги, агитки, за что и поплатился в конечном итоге. Соответственно, отмазать его от срочной службы уже не помогли никакие связи. Впрочем, Саакашвили все равно попал в элитную часть, которая находилась на западной границе Украинской СССР. СССР, прошу прощения, это был пограничный некий отряд. Дежурил на знаменитом КПП ЧОП, то есть между Украиной и между Венгрией. Саакашвили, однако, все равно остался недоволен службой. Трудно очень было, вспоминал в одном из интервью о своих военных годах сам Михаил. Командир нас заставлял голыми по пояс бегать, заставлял нас отжиматься. И все это происходило на морозе в 30 градусов. Из армии Михаил Саакашвили демобилизовался в 1991 году в звании эфрейтера, уже накануне, конечно же, распада СССР. После увольнения в запас смог снова восстановиться на обучение в УЗИ. Ибо антисоветская пропаганда уже преступлением к тому времени давно перестала считаться. Вот такой вот, друзья, небольшой экскурс в прошлое бывшего экс-президента. Продолжение следует...